Первым пунктом поездки стала Тымовская ЦРБ. В этом году на базе учреждения планируют открыть крупный диагностический центр. Особенное внимание здесь уделят островитянам возраста 65+. Благодаря современному оборудованию пройти полное обследование можно будет за несколько часов. Мы открываемся для жителей всего севера Сахалинской области. Здесь мы будем размещать магнитно-резонансный томограф, компьютерную томографию, отделение эндоскопической диагностики, включая гастро-эколоноскопию. То есть все необходимое, современное, все, что есть в клинико-диагностическом центре Южно-Сахалинске, будет и здесь. Следующая точка – поселковый социальный магазин. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик проверяет цены на основные группы товаров. Оказалось, что в отделе дефицит рыбной продукции. В ситуации разобрались на месте. Ассортимент, к сожалению, небольшой. Это в основном навага, камбала, минтай. На красную рыбу на данный момент слишком высокая цена. 427 рублей за килограмм – это отпускная цена компании «Рыбный мир». Я считаю, что это слишком дорого. Поэтому на данный момент мы данную рыбу не берем. В остальных группах товаров проблем с ассортиментом нет. Цены в социальных магазинах области на 10-20% ниже, чем в других торговых сетях. Это стало возможным благодаря поддержке островных властей. Еще один объект – многоквартирные дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Несколько строений уже готовы к сдаче в эксплуатацию. Осталось навести порядок во дворах. К моменту уже заселения должно быть все идеально непосредственно сделано в части очистки от строительного мусора. Далее, там, где эта зеленая зона, должно быть соответствующей надлежащей. Все оформлено. Прежде чем получить ключи, будущие собственники могут проверить качество ремонта. Все квартиры сданы под ключ. Переехать из старых бараков люди смогут уже в ближайшие дни. Это бывшее общежитие, когда в свое время перевели их в жилые помещения. Живем мы у нас. Собственно, условий централизованных у нас нет. У нас есть водоснабжение частично. В каких-то комнатах есть, каких-то нету комнат. Канализация есть. Туалет общий на 2-3-4 хозяина. Еще одним пунктом поездки стал новый культурный центр. В этом здании разместили библиотеку и муниципальный музей. Что мы можем показать сегодня? Конечно, сегодня мы будем говорить о общих перспективах развития Тымовского района и историческое прошлое, касаемое археологии, зоологии, геологии. Основным моментом, на который будем обращать внимание, это КМНС, которые населяют Тымовский район, Сахалинская область. Это богатейшая история. В завершении поездки председатель правительства Сахалинской области провел встречу с населением в местном Доме культуры. Общение прошло в формате вопрос-ответ. Владимир Ильин, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ.